Добрый вечер! Сегодня четверг, а значит, что на Видное ТВ прямой эфир. Говорим о самых актуальных темах, самыми интересными людьми Ленинского городского округа. Меня зовут Юлия Погосян. В гостях Елена Ястребова, председатель Союза Женщин России Ленинского городского округа Московской области. Елена Михайловна, добрый вечер! Добрый вечер, Юлия! Добрый вечер, дорогие зрители! Вы знаете, в Ленинском округе Союз Женщин, он не так давно образован, и в начале, ну, может быть, были у кого-то какие-то сомнения, пойдет ли эта организация. Насколько активны женщины в нашем округе, чтобы присоединиться и действительно делать какие-либо полезные дела. Но на сегодняшний день мы видим, что работа идет и очень успешно. Но давайте немножечко гнемся назад, вспомним, когда и при каких обстоятельствах решили делать эту ячейку в нашем округе. А произошло все официальной датой создания Союза Женщин России Ленинского городского округа Московской области считается, и так оно есть на самом деле и записано в наших документах, 1 марта 2021 года. То есть на сегодня пошел четвертый год существования нашей организации. Наша организация возникла совершенно не на пустом месте. Еще в начале 2000-х годов, в начале нашего 21 века, у нас развернулось на территории Ленинского района довольно мощное женское движение. У нас были созданы несколько даже женских организаций. А вот с 2005 года работал Союз Женщин Подмосковья. Этой организацией долгое время руководила я и многие мои коллеги. Но в марте 2021 года стало ясно, что организация должна развиваться более бурными темпами, делать больший объем работ. И мы подумали, и кроме того, нам поступило предложение от Московской областной региональной организации основать, учредить здесь такое новое отделение на базе Союза Женщин России. Организация действительно пустила глубокие корни, и у нее есть и традиции, и у нее есть очень много мероприятий, которые ранее никогда не только нами, Союзом Женщин России, но и вообще общественными организациями на нашей территории не проводились. Лена Михайловна, ну так в общем, чем занимаются женщины в этом объединении? Для чего вообще женщинам стоит сплачаться? А сплачиваться нужно всегда, потому что вместе всегда, в особенности полезные дела, а у нас чисто социально ориентированная деятельность, и все наши мероприятия только такие, для того, чтобы создать, во-первых, комфортные условия и для себя, и для членов своих семей, попытаться в наш круг к нам приобщить другие, и женские организации, и другие общественные организации, подключить как можно больше активных, неравнодушных женщин, потому что вот действительно, когда мы в коллективе, то у нас и идеи-то больше рождаются, и выполнять нам наши же задумки становится гораздо легче. Ну вот в основном, кто они, нынешние члены вашей организации? А можно сказать, что у нас с 2000-х годов остался такой боевой костяк. Это, ну, может быть, там человек 50-70 женщин. Но в связи с тем, что наша организация в марте 2021 года поднялась как бы на более высокую ступень, к нам вступило очень много молодых женщин и девушек. Поэтому можно сказать, что две такие большие группы, которые составляют Союз Женщин Ленинского городского округа, это женщины уже с опытом, которые давно занимаются такой общественной работой, и более молодые девушки. Ну, то, что они молодые, это может быть им даже в плюс, потому что у них могут быть совершенно новые идеи. Сколько сегодня насчитывает организация всего человек? 150 человек. Это в основном домохозяйки или женщины, которые активные, работающие, делающие карьеру? Вот такой срез имеется? Опять-таки, есть и те, и другие. Все-таки большая часть – это женщины, которые уже отошли от работы, от рабочих заданий и занятий. То есть у них больше свободного времени, в результате этого они могут заниматься общественной работой. Но есть и такие женщины, например, предпринимательницы, у которых совершенно свободный график. То есть они сами распоряжаются своим временем, а значит, они могут в том числе и участвовать вместе с нами в различных мероприятиях, помогать их и организовать, и проводить. А вам кто помогает? А нам помогает в первую очередь наша администрация. Потому что я говорю, что залог нашей работы именно в тесном сотрудничестве с нашей уважаемой администрацией. Потому что это информационная поддержка, это и эмоциональная поддержка, что тоже очень важно. Это и вот какая-то такая рекомендательная деятельность. Поэтому здесь однозначно. Ну, кроме того, кроме нашей администрации, конечно, есть женщины, которые занимаются благотворительностью. Вот такие тоже у нас есть. Ну, говорю, первое и главное всегда, что приходит на ум, и я неоднократно уже говорила, что основная поддержка, основная помощь от нашей администрации, за что мы ее очень сердечно всегда благодарим. Ну, также знаю, что и Совет депутатов подключается. Конечно, конечно. С Советом депутатов у нас тоже сложились очень хорошие отношения. Более того, несколько депутатов из Совета депутатов являются участницами нашей организации. И вот они тоже вносят свою лепту в успех делом. В начале каждого года у вас происходят такие конференции, на которых ставите задачи и глобальные, и текущие. Наши коллеги подготовили сюжет с одной из конференций, которая состоялась в начале года. Вот это как пример того, с чего начинается очередной календарный год для представительниц Союза женщин России Ленинского округа. Давайте посмотрим. Конференция местного отделения Союза женщин Подмосковья организована впервые. На встречу были приглашены участницы организации, представители администрации и Советы депутатов Ленинского городского округа. Цель нашей пресс-конференции именно довести до сознания общественности, что мы сделали, чего мы уже достигли. Ну и буквально пару только слов о том, что мы, возможно, сделаем. Ну и возможно, а уже даже о том мероприятии, которое мы, например, уже провели. Во-вторых, здесь очень много женщин, которые будут задействованы, которые сами организуют мероприятия. Заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Ирина Архангельская участвовала в создании сообщества. И сейчас старается как можно чаще посещать все мероприятия организации. Очень приятно, что такая организация действительно есть, потому что вопросов очень много. Действительно много, тем более в наше время. И приятно, что женщины находят в себе силы и даже желание, видите, помочь другим. У каждой участницы объединения свои задачи и зона ответственности. Юлия Панова – основательница психологической службы и женского центра «Поможем». Психологи, они не выпячивают свою помощь, свое отношение к этой жизни. Люди здесь просто тихо работают, делают свое дело. Во время встречи были подняты актуальные вопросы. В частности, возможность создания выездных центров поддержки жен мобилизованных. По совхозу Ленина и по развилке часто ко мне обращения поступают, как раз от женщин мобилизованных. Лучше все-таки, ну, выездные можно организовать, но лучше все-таки не дома. Потому что и стены, и дети не должны все-таки слушать, когда женщина рассказывает о своих. То есть не должно быть каких-то это. Все должно быть экологично, но это такое возможно. Союз «Женщин Подмосковья» ведет работу по нескольким направлениям. Участницы организуют тематические мастер-классы, благотворительные акции, экскурсии, поездки в театр и на концерты. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Елена Михайловна, ну вот из того, что мы сейчас увидели, какие-то реализовали проекты, например, по открытию отделения на развилке? Да. Вообще у нас, можно сказать, что произошло глобальное даже изменение в проекте «Поможем». Раньше у нас, значит, был такой проект, мы создали женский центр «Поможем». Но так как сейчас в стране ситуация немного другая, чем она была в 2021 или 2022 году, то уже буквально вот в феврале 2022 года мы решили, что центр «Поможем». Раньше он помогал исключительно женщинам, потому и назывался «Женский центр «Поможем». А теперь мы решили, что к нам могут обращаться все жители Ленинского городского округа, у которых какая-то тяжелая жизненная ситуация. Более того, так как округ все-таки имеет определенную протяженность и не всегда всем удобно ездить в город видное. Конечно, есть и такая форма работы, оказание психологических или юридических консультаций онлайн, но не всегда онлайн это эффективно и продуктивно. Поэтому вот именно в этом году мы в поселении Развилковское открыли еще два консультационных пункта. Один консультационный пункт непосредственно в стенах администрации этого территориального отдела. Там у нас работает психолог, работает он по вторникам, поэтому у кого есть необходимость в этом поселении, могут туда обращаться. А второе отделение, там сидит юрист, но она не сидит, она, естественно, консультирует. Она консультирует по средам, это Мария Алексеевна. Она находится в библиотеке, но опять-таки в Развилке. Пожалуйста, обращайтесь. Вот так женщины объединяются, казалось бы, кто-то скажет, да, слабый пол, для того, чтобы помогать действительно такому большому количеству нуждающихся в этом людей. Ну, тогда наверняка существует и программа помощи женам, семьям, мобилизованных солдат СВО. Да, конечно. Мы в этой связи поддерживаем наши отношения с Союзом Семей Защитников Отечества. И сразу же, как только был создан клуб мобилизованных, потом он немножко в другую форму трансформировался, да, то мы сразу же предложили свои услуги и сказали, пожалуйста, женщины, девушки, обращайтесь. Приезжают ваши мужья, пусть и мужья обращаются. А, кстати, кроме того, мы еще проводили несколько мастер-классов цветочных в основном. Ну, такое очень приятное занятие. Отвлечься, да? Да, в красивом цветочном салоне, вокруг много цветов, такая приятная атмосфера. И мы делали и к 8 марта, и к 23 специальной композиции Аллы Блиновой такая у нас есть, которая вот этим всем руководит. То есть, такой очень приятный подарок. И вот сейчас у нас 2 июня будет праздник ко Дню Защиты Детей. Там тоже в том числе приглашены мамы и дети бойцов, которые находятся в зоне СВО. Ну, помимо этого, за какой чаще всего женщины обращаются помощью? Помощь состоит в том, как найти внутреннюю гармонию. Как лучше построить отношения в семье так, чтобы семья успешно развивалась и создавала такой радостный фон для всех. Потому что бывают недопонимания между мамой и детьми, какие-то трения между супругами. Конечно, это жизнь. Да, тем не менее. Ну, а по юридическим вопросам там бывают просто страшные ситуации, когда женщины в результате, может быть, не совсем обдуманных действий, если бы наши юристы им не помогли, они бы вообще могли лишиться всей недвижимости, движимости детей и всего прочего. Там, то есть, бывают очень сложные коллизии жизненные, и юристы, вот насколько они могут, они помогают. Вот у нас нету никаких ограничений. Если женщине или обратившемуся к нам человеку требуется несколько консультаций, потому что иногда за одну встречу решить и снять все вопросы невозможно. Конечно, за одну встречу только расскажешь о ситуации. Да, да, да. Хотя встречи длятся иногда по часу, иногда по полтора, вот. Тем не менее, что-то договорились, там через определенное время можно опять встретиться. Это уже определяет сам специалист, либо юрист, либо психолог. То есть, от таких серьезных до, действительно, как вот упомянули мастер-классы цветочные, до развлекательных, до суговых. Ну и их проходит немало. Союз женщин в последнее время активно заполняет медиапространство. Спасибо. Потому что эти мероприятия невозможно не освещать, и каждый раз они вызывают действительно улыбку, потому что какие-то такие фишки придумываются, цветы, цветок передается от мероприятия к мероприятию, сама была свидетелем, и это поистине завораживает. Это вот такой творческий ум вы, вы это все создаете. В основном, конечно, идея как-то рождается у меня. Причем мне отрадно самой для себя отметить, что вот просто какой-то был всплеск предложений в моей голове и тематика мероприятий именно после того, когда мы вступили в Союз женщин России. Не знаю, может быть, это какая-то внутренняя ответственность, может быть, какое-то желание, ну, действительно, приносить больше пользы. То есть, вот, ну, был явный скачок и по количеству, и по качеству мероприятий. Елена Михайловна, но за период с начала года какие самые яркие можете отметить? В этом году? Ну, во-первых, у нас есть такой очень полезный для женщин проект под названием «Линия здоровья». Вместе с нашей клинической больницей мы выбираем актуальные темы, темы актуальные, ну, и вообще, может быть, там, по сезону года, да, или по каким-то другим критериям. А также делают предложения наши женщины. Вот что им интересно на данный момент. Мы встречаемся с лучшими специалистами и больницы, и поликлиники, и получаем вот такую помощь, которая действительно работает. И там тоже есть, вот, каждый раз, когда мы встречаемся, нас спрашивают, а что вы сделали вот за прошедший период? То есть, опять есть какой-то стимул действительно поработать над собой, потому как это самое главное. Без работы над собой ничего не получается. Вот, и вот, это такой проект. Интересный еще был проект по, это была выставка, выставочная деятельность. Долго мы искали такую возможность, и благодаря Елене Климашиной мы узнали, ну, мы, в принципе, знали и давно эту девушку, девушку Валерию. Я, наверное, помню уже и знаю, познакомились мы с ней, ну, как, наверное, лет 15 назад, да. С ограниченными возможностями здоровья. Да, это девушка с ограниченными. Которая пишет картины. Да, да, она пишет картины, но вот настолько было теплое мероприятие, на него пришло много народу. Ансамбль «Колорит» библиотеки нам помог тоже в этом. Наша предпринимательница одна сделала подарки и цветы, и шоколадки, то есть там было все здорово. Как сказала мама Леры, это такое для нее событие, что она об этом будет говорить еще полгода вперед, потому что, ну, определенно, конечно, есть ограничения, но это очень целеустремленный, это очень эмоционально заряженный человек. Как я говорила, она лучистая такая, и от нее действительно идет тепло. И, конечно, это было приятно очень. У нас была встреча в той же библиотеке с Тиярой Велиметовой, которая пишет книги. Это интересно тем, что там был рассказ, и в этом сборнике есть рассказ, в котором рассказывается немного о деятельности Союза Женщин России именно в Ленинском городском округе. В ее издании? Да, это уже изданный сборник, но сборник рассказов, а один из них... Посвящен Союзу Женщин? Позывной Ассоль, он посвящен, да, нам. Какая прелесть. Вот тоже я немного об этом Тияру попросила, вот она ответила на наши просьбы. А там освещается такой аспект деятельности, как волонтерская деятельность, сбор гуманитарной помощи. Потому что женщина, Тамара, героиня этого рассказа, узнав о том, что есть такое женское сообщество, обратилась, спросила, как-то получила внутреннюю поддержку. И вначале она сильно переживала, что ее муж находится в зоне СВО, но пообщавшись с представительницами Союза Женщин России, она успокоилась и стала туда регулярно ездить. Так что вот такое тоже у нас было. Союз Женщин вдохновляет. Да, мы стараемся, действительно. А на днях вот состоялось очень яркое мероприятие. Впервые прошел этот конкурс «Имя мое, ее, имя ее мама», финал которого прошел в Мытищах Московской области. Но я знаю, что всего 8, по-моему, участниц вышли в финал. Три или две из них жительницы Ленинского округа. Две. Две. Две, две, да. Да, вы были в составе делегации. Конечно же, нам интересно узнать подробности. Но давайте сначала посмотрим сюжет с этого мероприятия, который подготовили корреспонденты «Видное ТВ». Очень красивый сюжет, потому что действительно красивое само по себе мероприятие. А потом вы нам подробнее расскажете и о участницах, и о самом мероприятии. Ведь оно было тоже организовано Союзом Женщин России. Да. Давайте посмотрим. Участвовать в конкурсе «Имя ее мама» могли все многодетные мамы Московской области. В ходе отборочных туров участницы демонстрировали свои семейные традиции, методики воспитания и таланты в различных областях. Конкурс состоял из шести этапов, последним из которых стал финал. Этот конкурс, как и многие другие, он раскрывает те возможности, которые есть у женщин. Показывает, что женщина способна на многое. Главная цель проекта – поддержка Института материнства и детства, популяризация семейного творчества и здорового образа жизни. Елена Смагина, мама пятерых детей и бабушка троих внуков из города «Видное» признается, что конкурс сблизил не только ее семью, но и остальных участниц. Это колоссальный опыт, это колоссальный труд. И если сравнивать всех, мы, наверное, уже все как одна большая семья, как одна большая компания. Мы продолжаем друг за другом фразы, мы присматриваем за уже практически родными детьми. Вторая участница, представлявшая наш округ, также мама пятерых детей, известная в городе рукодельница и мастерица. Она увлекается вязанием, плетением корзин и флористикой. Полина поделилась своими впечатлениями о подготовке к мероприятию. Так как я никогда не занималась танцами, мне пришла в голову идея, а попробую-ка я танец. Это было очень сложно. Мы с дочкой два с половиной месяца учили танец, но в итоге получилось. Организаторы конкурса, благотворительный фонд социальных программ «Исток» при поддержке Союза женщин России хотели показать, какие талантливые, умные и инициативные женщины живут в Подмосковье. Дмитрий Книга, Елена Замятнина, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ Правда, самые обаятельные и привлекательные живут в Подмосковье, если конкретнее, в Ленинском, да? Да, да, да. Познакомьте нас с этими участницами чуть ближе, Елена Михайловна. Но подготовка к этому конкурсу, она заняла очень большой объем времени и началась она еще в том году. То есть высказать свое пожелание по участию в конкурсе надо было еще в декабре прошлого года. Вот в Ленинском городском округе нашлись таких пять женщин, пять мам из многодетных семей. Первым заданием было сделать видео, сюжет, репортаж, визитку. С этим заданием, к сожалению, справились только три человека. Из Ленинского? Из Ленинского городского округа. Елена Смагина, Полина Устрашвили и Вероника Цеплакова. Поэтому два человека уже сразу отошли в сторону. Я не знаю, по каким причинам. Видимо, в следующий раз мы будем больше просто внимания уделять этому и будем больше женщинам помогать. Потом на основании этих визиток были отобраны финалистки или те женщины, которые выйдут в финал. Вот их было восемь по всей Московской области. А вообще женщин было гораздо больше. Там от каждого округа где было пять, где семь. То есть там было очень большое количество. Учитывая, сколько округов в Московской области, я представляю, сколько это человек. Да, много там было. Ну вот, поэтому меня это очень порадовало, что и Полина, и Елена оказались в финале. Мы, конечно, за них очень переживали. Но так как подготовка действительно была длительной, то девушек не просто попросили в конце мая выйти на сцену в ДК Яуза, а им тоже помогали. Там тоже и предварительные конкурсы были, и другие предварительные занятия. То есть они уже вышли на эту сцену хорошо подготовленными. Они знали, как себя вести. Вот в особенности надо было посмотреть на Полину. Конечно, она усвоила, как нужно ходить, куда смотреть, как улыбаться. Это было что-то. Кстати, какой опыт на всю жизнь. Да, да, я думаю, ей вообще прямой, была бы прямая дорога в модели на сцену. Но вот мы с ней недавно встречались и еще раз разговаривали, и она мне напомнила. Она говорит, нет, конечно, Елена Михайловна, какие модели, вы что. У нее основное в жизни это ее семья. До этого она работала и в банке, и в какой-то крупной компании. Но вот три года назад у нее родились блесняшки. Это два последних, два самых любимых ребенка, потому что они еще совсем маленькие. И Полина решила, что теперь надо себя посвятить однозначно воспитанию детей. И вот стала. Она очень хорошая женщина. Она рукодельница. Она имеет широкий кругозор. Сейчас она хочет участвовать в проектах по программам по национальной демографии, изучать языки программирования. То есть это... То есть материнство не помеха развивать себя как личность, совершенствоваться. Да, да. Ну, а Елена Смагина, я думаю, она многим знакома. Это такая довольно вливая женщина, которая все хорошо знает, и у нее действительно ей все удается. А конкурс был настолько завораживающий, когда мы зашли в этот зал. Такая прекрасная декорация, такое прекрасное освещение, такая прекрасная видеографика. Сами женщины, просто цветы. И как это было все хорошо и интересно построено. Там был сюжет, что искусственный разум спрашивает, а что такое семья, а что такая женщина. И его посылают, этот искусственный интеллект, учиться на землю, в Московскую область. И вот по всем этим этапам пройдя, посмотрев, естественно, у него складывается... Делает вывод. Да, полная картина, что на сегодняшний день из себя представляет семья русская, российская, подмосковная. Ну и, конечно, участницы, они настолько хорошо пели, они танцевали, они показали свои ораторские навыки, потому что был открытый микрофон, и они защищали свои бизнес-проекты. Кстати, проект Полины назывался «Счастливая семья», потому что она действительно, Полина, из очень счастливой семьи. Вот. А у Елены было создание семейного предприятия, что также, я думаю, актуально, актуально. Вот. Ну и вот там еще был такой интересный конкурс, когда дети задавали нашим участницам вопросы там. Мама, мама, а вот что бы ты там сказала по этому поводу? И вот все шесть, ой, восемь финалисток давали свои ответы, а вот ответы Елены отличались с небольшой иронией. Вот она как-то слегка иронична так, а вот там к папе идили, еще чего-нибудь, да. А Полина такая более мягкая, такая более обтекаемая. Вот. Но не даром же она получила самую обаятельную номинацию. Ну вот, первый блин и не комом. Будем ждать следующий год для того, чтобы увидеть новых участниц, прекрасных мам, жен. Елена Михайловна, такая прекрасная и у нас сложилась беседа, тем более в преддверии Дня, Международного Дня Защиты Детей. Поговорили и о мамах, и о детях. Ну вот давайте еще раз-то проговорим о вашем мероприятии, которое в рамках этого праздника планируется в выходные дни. Напомните нашим зрителям. Да. Второго числа мы собираемся показать и детям, и мамам. Причем там тоже будут и дети, как я говорила, бойцов зоне СВО, и дети СОВЗ. Мы очень надеемся, что наша замечательная Лера из Горок приедет с мамой. По крайней мере, на данный момент, кажется, ничего не мешает этому. Там будет показан кукольный спектакль, потом мы немножко поговорим об этом кукольном спектакле. Кукольный спектакль «Космические пришельцы» на экологическую тему. Экология тоже важна. Еще и просветительский. Да, да, да. Причем, вот я уже немножко тоже так подумала на тему экологии. Там мы будем, если говорить, ну мы немного будем говорить, но такие обсудим. Экология не только то, какой мы урон или наоборот, как мы какое внимание обращаем на окружающую среду. Что сейчас очень актуально. Да, да. А экология отношений, что может быть еще более актуально, как мы относимся друг к другу, мы не должны быть токсичными. Мы должны хорошо общаться. Еще и морально-нравственная повестка. Да, да, да. Ну а потом попьем чай. Это где все будет проходить? Это будет все происходить и нас приглашает в этой связи Центр детского творчества «Импульс». Понятно. Ну и, конечно же, как женщинам, которые, может быть, заинтересовались нашей сегодняшней беседой, а главное, вашим союзом «Женщин России», присоединиться, вступить в ряды? И присоединиться очень просто. Можно ко мне обратиться, получить заявление, написать, предварительно, правда, ознакомившись с уставом Союза «Женщин России», потому как это важный пункт. Нужно знать, в какую организацию ты вступаешь. А мы всегда рады всем. Ну не знаю, как сайт, но точно знаю, что свою социальную сеть ВКонтакте Елена Михайловна ведет очень активно. Поэтому Елена Ястребова можно найти, да, «Видное» и связаться. Конечно. Елена Михайловна, спасибо вам огромное за эту беседу. Спасибо, что этот вечер четверга провели вместе с нами на «Видное ТВ» и нашими зрителями. Спасибо, Юлия. Ну что же, мы прощаемся с вами. Но не переключайтесь. Вечер на «Видное ТВ» продолжается. Ну и, конечно, не забывайте подписываться не только на социальную сеть Елены Михайловны Ястребовой, но и на «Видное ТВ». Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!